На выходных я ходил в местный магазин и на скидках увидел вот такую вот тему. Как только я это увидел, я позвал консультанта и в шутку спросил, «Они у вас вообще продаются, эти комплекты?» К моему удивлению, она сказала, что они улетают как пирожки. А после этого она порекомендовала мне вот такую голубую рубашку. Она сказала, что это будет шикарно смотреться на мне. Господа, отмечу две ошибки. Первая. Не покупайте себе одежду в наборах. И вторая. Не позволяйте случайным людям выбирать вам одежду. Особенно консультантам в магазинах. Господа, у вас должно быть достаточно знаний, чтобы вы могли самостоятельно выбрать себе подходящую одежду. Говоря о наборах в коробке, следующая ошибка, которую многие мужчины допускают, они не понимают разницу между рубашкой и провалом модного тренда. Это не рубашка, думаю, что это должно быть вне закона. Да, голубая рубашка, у вас, думаю, есть такая. Но, ребята, есть разница между светлым-голубым и чем-то вроде этого. Она слишком яркая и привлекает к себе слишком много внимания. Говоря о голубом, я бы не рекомендовал что-то более темное, чем это. Но суть в том, что лучше всего придерживаться рубашки светло-голубого или белого цвета. Потому что рубашка – это холст, который выступает поддержкой для остальных вещей в вашем наряде. Следующая ошибка связана с галстуком. Научитесь его завязывать. Господа, никогда, никогда не используйте галстуки на клипсе. Потому что первый шаг к тому, чтобы стать стильным джентльменом, это уметь завязывать свой галстук. Далее – это длина галстука. Идеально, когда галстук доходит до середины пряжки ремня плюс-минус 2 сантиметра. А все, что короче или длиннее, чем это, уже не то, и галстук надо перевязать. Следующая ошибка, которую до сих пор делают мужчины – они носят туфли с квадратным носком. Друзья, ваши туфли должны обладать натуральным изгибом. Если у туфель квадратный носок, не покупайте их и не надевайте такие. И да, я знаком с вот таким вот сеченым носком. У него есть свой функциональный смысл. Но квадратный носок – это другое. И вам надо держаться подальше от таких вот квадратных носков, потому что они выглядят ужасно. Следующая ошибка – это покупать вещи онлайн по полной цене. Это все равно, что сжигать деньги. Следующая ошибка – надо знать, как подшивать свои брюки. Короткие, четверть длинные, половина длинные, полная длина. А вот это супер-супер-супер длинные. Или еще можно сказать, что я неряха, и мне все равно, как я выгляжу. Серьезно, ребята, возьмите ваши брюки или джинсы и отнесите их мастеру, чтобы тот их подшил под вашу длину. Не ждите, пока сносится пятка, и бахрома пойдет по краям. Следующая ошибка – она как монета. Многие парни смотрят только на одну сторону медали, но никогда не на обратную. Господа, запахи. Да, все понимают, что пахнуть плохо – это нехорошо, поэтому многие пользуются дезодорантами. Но многие мужчины не осознают, что они могут выбрать свой уникальный аромат, который поможет им выделяться и быть запоминаемым. И вот что, ребята, ваш отец и ваш дед, у них, скорее всего, были свои уникальные ароматы, которые они использовали. И существует такое большое количество ароматов для мужчин, которые существуют уже много лет. Но никто не запрещает вам попробовать что-то из более нового. Людям это понравится, а вы будете получать комплименты от девушек. Ну а если у вас небольшой бюджет, то есть очень много более дешевых, и при этом хороших вариантов, друзья. Вернемся обратно к обуви и рассмотрим ошибку, которую многие допускают, когда речь заходит о туфлях. Во-первых, мужчины не используют деревянную распорку. Выработайте привычку вставлять распорку в туфли после того, как вы их носили. Она будет впитывать пот, а также она будет придавать форму вашим туфлям. Что происходит, если не использовать такую вот распорку? Они будут морщиться и деформироваться. Потому что влага от вашего пота, она останется в коже и деформирует их форму. Поэтому используйте распорку, чтобы сохранить ваши туфли. Далее, крем для обуви. Многие думают, что это по большей части для блеска, но это не так. Блеск это просто приятный бонус. Но суть в том, чтобы нанести дополнительный слой защиты. Так что, когда вы зацепитесь туфлями, то вы поцарапаете верхний слой воска, а не саму кожу. Это продлит им жизнь. Давайте обсудим спреи от влаги. Это очень важно, если у вас замшевая обувь, или вы живете там, где часто идут дожди. Он попадает в те места, где крем не достает. Крем тоже защищает от влаги, но эти спреи, они влагостойкие и отражают воду. И, друзья, пользуйтесь кондиционером. Сначала надо почистить туфли и снять воск. Затем нанести кондиционер и пропитать им кожу. Это позволит вашим туфлям сохранять свой вид гораздо дольше. И очень быстро, еще одна ошибка, которую многие парни делают постоянно. Они думают, что сэкономили денег, покупая дешевые туфли. Ребята, нет ничего более далекого от истины, чем это. Друзья, когда вы покупаете дешевые туфли, вы чувствуете себя дешево. Они плохо сидят на ноге. Они не дышат и неудобные. Они не становятся лучше со временем. Да лучше возьмите себе эти 50 баксов и сохраните их. Зато потом купите себе что-то за пару сотен долларов. Суть в том, что вы покупаете туфли, которые прошиты при помощи стишка Блейк или Гудьер. Но или вы покупаете себе обувь от качественного производителя, которому вы доверяете. Верхняя часть сделана из кожи, и она со временем будет только лучше. Все дешевые туфли, если их разрезать и заглянуть внутрь, то видно, что они пустые. Они сделаны из плохих материалов. Вот эти туфли, они будут подстраиваться под вашу ногу, и со временем они становятся только лучше. 10 лет 20, если о них заботиться, они по-прежнему будут вам слушать. Следующая ошибка, которую я постоянно вижу, это не использовать карманные платки. Господа, у вас есть карман, заполните его. Это добавит разнообразие цвета в ваш внешний вид. Люди это заметят. Это выделит вас среди всех остальных парней, которые не носят карманный платок. Самый простой способ, как это сделать, это найти платок, который будет сочетаться хотя бы с одним цветом из вашего внешнего вида. Будь то пиджак, рубашка или галстук. На крайний случай можно взять платок с оттенками цвета ваших глаз. Просто найдите то, что будет работать для вас. Мне лично нравятся сложные рисунки. У них много цветов, и мне кажется, что они легко сочетаются. Используйте платки, они повысят ваш уровень. Следующая ошибка, которую делают мужчины, они не уделяют внимания своим аксессуарам. Да, это ручка, но насколько большое значение имеет ваша подпись? Особенно, если вы адвокат или директор компании и совершаете большие сделки. Ручка это все. Почему не насладиться этим инструментом? Столько вариантов подобрать себе ручку. От сотни долларов до относительно недорогих вариантов. На Кикстартере можно найти себе пару ручек, которые стоят тысячи долларов. Суть в том, что все, что связано с подписью и писательскими принадлежностями, интересно. Это целый мир, в который можно окунуться. Говоря о мире аксессуаров, это опять же часы. Люди всегда замечают часы. Они видят бренд, скажем, Роликс, но или они видят, что это Тьюдор. Они подумают, хорошо, я знаю Роликс, но не слышал раньше о Тьюдор. А также есть и микро-бренды, такие как Монта. Ну или тем, кому нравится история, для них есть Тег. Чтобы это ни было, господа, с аксессуарами можно очень хорошо повеселиться. Не бойтесь заглянуть в кроличью нору. Следующие две ошибки, это большой размер логотипов и футболки с графикой. Моя философия заключается в следующем. Если компания или бренд платит вам, чтобы вы носили их одежду и демонстрировали их бренд, тогда вперед. Мне кажется, что мужчина выглядит куда лучше в простой одежде без логотипов. Ну или хотя бы одежда с маленькими логотипами, не всегда можно избавиться от них. Но не стоит выбирать огромные логотипы, это просто плохо выглядит. Давайте обсудим сейчас правила застегивания пиджаков. Когда вы стоите, то застегивайте пиджак. Когда вы сидите, то расстегивайте. Ну а какие пуговицы застегивать? На пиджаке с двумя пуговицами вы никогда не застегиваете нижнюю пуговицу и всегда застегиваете верхнюю. А на пиджаке с тремя пуговицами вы всегда застегиваете среднюю пуговицу, по желанию верхнюю и никогда не застегиваете нижнюю. Почему же на пиджаках, блейзерах и спортпиджаках никогда не надо застегивать нижнюю пуговицу? Причина – это история и дизайн. Все началось в короле Англии, который просто не мог застегнуть нижнюю пуговицу и это стало трендом. Ну, а затем дизайнеры подхватили эту тенденцию и начали проектировать так пиджаки, что они лучше выглядят и в них более комфортно при движениях, когда нижняя пуговица не застегнута. Следующая ошибка. Парни не носят маяк. Почему это важно, надевать майки под рубашку? Потому что они защищают вашу дорогую рубашку от пота и сала, которое выделяет наше тело. Ну, или если вы довольно волосатый парень, как Чубакка, то майка, она поможет прикрывать вам ваши достоинства, которые, возможно, не всем стоит видеть. Ну, а если вы со мной не согласны и говорите, Антонио, мне плевать, я не люблю майки и никогда не буду их носить, тогда пишите в комментариях, мне интересно услышать ваше мнение. Лично я считаю, что это отличная вещь, которая продлевает жизнь рубашки. Следующая ошибка, она должна исчезнуть. Это не заправлять свою рубашку. Господа, рубашка создана, чтобы ее заправлять. А вот какие рубашки не сделаны, чтобы их заправлять? Рубашки, которые снизу выглядят вот так. У них специальный дизайн, и эти рубашки всего на 2-5 сантиметров ниже линии пояса. Вот такие рубашки, но они что-то среднее. Их можно и заправлять, и носить на выпуск. Ну, а вот рубашки, которые выглядят вот так. Да, их надо обязательно заправлять. Следующая ошибка, она изменит ваш стиль моментально, если вы сможете ее исправить. Это прокачать свой образ по умолчанию. Понимаете, мужчины, они жертвы привычек. Мы всегда выбираем одну и ту же одежду. Это своего рода наша униформа. Поэтому, если вы повысите уровень вашей униформы всего на одну ступеньку, то вы таким образом выработаете привычку выглядеть лучше. И это уже шаг вперед. Так что такая привычка формируется день за днем. И вы создаете себе репутацию парня, у которого все на своем месте и который хорошо выглядит. Парня, которому можно доверить важный переговор или контракт. Это вам вернется. Может, не сразу, но день за днем это приносит свои бонусы, и со временем вы получите колоссальные дивиденды по вкладу. Прокачать свои туфли, купить брюки получше. Все вот эти детали, они выстраивают целостную картину, и именно к этому мы и стремимся. Так что спустя год вы начнете постоянно получать комплименты. Вы будете получать больше возможностей, и вы повысите свой стиль и уровень жизни. Какое видео смотреть дальше? Как выглядеть на миллион долларов с бюджетом в сотню долларов? Ребята, если вы хотите хорошо выглядеть, но у вас не такой уж и большой бюджет, тогда вам точно надо глянуть это видео. Ну или вы просто хотите сэкономить денег. Ссылка в описании.